Всем привет! В стенах секретных подземельей фонда SCP есть и пришельцы и существа из других миров. И не пойми какая еще хрень, но по какой-то причине организация, которая ловит паранормальное, чаще всего обходит вниманием призраков. Кто-то скажет, что тема призраков слишком заезжена, поросла целым слоем избитых клише, и вообще сколько можно. Никто уже не пугается этих ваших привидений, но я скажу такую вещь, что призраки недооценены. Призраки это одна из древнейших вещей, которые придумали бояться люди. Можно сказать самый древний хоррор. У призраков огромный культурный бэкграунд. Одна из первых штук, в который верили люди, те самые олдфаги, которые сидели в пещерах и пинали мамонта в лицо. Это загробные путешествия. Представление о том, что человек после конца своего земного пути не просто идет на корм червям, но отправляется в некоторые путешествия где-то там, в других мирах. Появилось такое задолго до всех религий, задолго до того, как оформилась идея Ада Рая или Мира Мертвых, с подробным описанием каждого камня, как у египтян, задолго до того, как появились образы живущих там богов. В древнейших захоронениях по всему миру археологи обнаруживают практически у всех народов традицию хранить в какой-то специальной обуви, хорошей прочной обуви. Обувь, как известно, нужна, чтобы ходить. Древние были уверены, что умершего ждет путешествие, и некоторые из них задавались вопросом, а что будет с тем, кто по какой-то причине не отправился в это самое путешествие и задержался в мире, не доделал какие-то важные дела в жизни, не смог разобраться в своих проблемах или просто много страдал, и потому не смог оторваться от материального. Конечно же он станет беспокойным духом, который будет ходить по земле, не в силах покинуть этот мир, творить страшные вещи. На этой идее основано огромное количество самых разных произведений, от мифов древних до фильма Астрал. Короче, призраки это не Баяна классика, и конечно же фонд SCP должен их исследовать. В конце концов, кто из нас не знает такую ситуацию, когда секретное правительственное организация отправляет тебя исследовать подозрительную активность, а на месте оказывается, что это проделки призрака или еще какого-то духа. Это же Зажа. Как например в случае с SCP-2996, где как в самом классическом фильме ужасов, в старом заброшенном доме жил беспокойный дух. Конечно же в SCP и такое есть. Ученым фонда одно время изучалось явление, обозначенное как SCP-1337, призрак женщины появившейся на трассе и останавливающей машины с просьбой подвезти ее. И если водитель соглашается, машина рано или поздно оказывается на кладбище, а девушка пропадает. Однако объект имеет настолько низкий рейтинг, что возможно его вообще скоро удалят из списка SCP-объектов, но не хотят агенты таким заниматься тоска и скука. Ни тебе других миров, ни путешествий во времени. Всего-то призрак какой-то подумаешь. Чуть получше дела обстоят у SCP-973. Призрачного полицейского, который ловит незадачливых нарушителей правил дорожного движения и отправляет прямо в ад. Фонд так и не смог поставить его на содержание. Возможно, что просто и не захотел. Но время от времени навещает этого психопата. Или вот взять SCP-450. Старую тюрьму, где свои вечные сроки отбывают призрачные сидельцы. Казалось бы, страшная фигня. А содержится этот объект, вышедшими на пенсию сотрудниками. Как вот в одном из рассказов престарелым доктором Клефом. Ну, совсем не солидно. И ведь это совсем не предел пренебрежения темой призраков. Ведь есть еще шуточные объекты, такие как SCP-789J. Лицо в унитазе, который представляет собой призрака, таящегося в унитазе, следящего оттуда за своими жертвами и хватающего за задницу того, кто посмеет неосторожно воссесть над ним. Воистину ужас. В этих объектах толком нет изучения. Фонд лишь неохотно наблюдает за этими призраками, иногда проводя неуклюжие попытки поставить их на содержание. Но все меняется, если поискать в базе данных организации что-то по ключевому слову эктоплазма. Что же такое эктоплазма? Дело в том, что в 19 веке мир сильно изменился. Появилось много изобретений, таких как электрический свет, радио. По железной дороге понеслись поезда. По небу полетели самолеты, и в тот же миг старые сказки про привидений, и вместе с ними всякие вызыватели духов и салонные маги оказались просто никому не нужны и не интересны, со своими фокусами. Но они не растерялись и придумали такую тему, что у них тоже все предельно научно. И одной из штук из этой псевдонаучности была эктоплазма. Некоторая субстанция, из которой сделаны призраки. Идея эктоплазма долгое время была очень популярна, потому что ее придумал человек, имевший Ашнобелевскую премию в области психологии. Среди медиумов, различных пар психологов, его теории расходились как горячие пирожки. Все эти люди бросились пытаться продемонстрировать эктоплазму, или даже выделить ее в чистом виде. Кто-то говорил, что эта таинственная субстанция похожа на пасту. Другие описывали ее как что-то похожее на ткань, и даже показывали ее, запихивая себе в рот и в нос куски ткани и отрыгивая их обратно, в особо драматические моменты контакта с привидениями. Делают вот это, значит, и такие пошла эктоплазма. И на эти дешевые трюки тогда велась публика. Темный народ был в этом вашем конце 19 века. Впрочем, даже сейчас на ютубе немало видео, где типа показывают эктоплазму. Например, в одном из них у парня вот рот в эктоплазме. Он еще ей плюется. Очень убедительно. Но то в скучном реальном мире. В мире же SCP-эктоплазма это научный факт. Множество объектов с ней связаны, и эта штука имеет огромную силу. Да еще и какую. В SCP-460 рассказывается об облаке, который висит где-то над Сибирью, и на 2 с небольшим процента состоит из активной формы эктоплазмы. Такой химический состав наделяет от облака свойством вызывать целые толпы призраков во время дождя. Только представьте, пока идет такой дождь, по улицам городов и деревень ходят привидения всех умерших за последний год. И те из них, кто при жизни пострадал от насилия, крайне агрессивны. И нападают на живых людей. Явление это было настолько массовым, что фонд SCP собрал целую отдельную мок для ловли призраков людей под названием Мю-13 Охотники за привидениями, которые участвовали в крупномасштабных битвах с порождениями облака. Выходит, у фонда есть своя мок, которая ловит призраков и называется Охотники за привидениями. Похоже, у нас тут большая утечка информации. Впоследствии эта мок успешно справилась с захватом Полтергейста, которого фонд хранит как SCP-128. Ловила призраков в метро Нью-Йорк во время попытки поставить на содержание SCP-2227. Ловила также и других призраков, тех, которые SCP-3371. Еще эту мок вызывают на все нарушения содержания, связанные с потусторонними сущностями. Вот даже не знаю, не ездят ли они на белом катафалке и нет ли у них лучевых пушек. Должны быть... Да, фонд хорошо знаком с призраками. Их плотность, согласно файлу объекта SCP-2696, даже измеряется в килокасперах. Видимо, Каспер был слишком неплотным призраком, что других измеряют в килокасперах. Хотя дело, конечно, не в Каспере, добром привидении. На странице SCP-4973 написано, что в фонде работает доктор Каспер, который изучает различных призраков. Она же в одном из диалогов этого объекта говорит, что призраки — это одна из самых плохо изученных вещей из всего, с чем имеет дело фонд. Из объекта SCP-2176 мы узнаем еще и о том, что фонду известен целый класс аномальных сущностей под названием эктоморфы, куда записываются все призраки и подобные существа, и фонд вполне умеет их хранить. По этой причине то, что фонд никак не может поймать того же SCP-973 выглядит как-то совсем странно. Почему-то люди в мире SCP относятся к манипуляциям с эктоплазмой как-то пренебрежительно, что ли. Более того, практически ни одна человеческая организация не хочет иметь с ней дело. Это нигде прямо не написано, но прослеживается в каких-то деталях практически везде. Из того же SCP-2176 мы видим, что в мире SCP некоторые организации могут делать раствор эктоплазмы, растворяя бедных привидений и превращая их в технические жидкости с аномальными свойствами, которые нужны для работы различных нереальных устройств. А как я упоминал в видео про фабрику, та самая фабрика вообще поставляет эктоплазму всем желающим. Но фабрика — это не человеческая организация. И, кстати, это ведь значит, что как-то этот материал добывается, причем в промышленных масштабах. По-другому фабрика и не работает. Выходит, что эта организация массово ловит души умерших, перерабатывая их в полезную для себя жижу. Некоторую подсказку о том, как это может происходить, дает рассказ, вкладывая дух в машину, где описывается устройство, способное полностью вытянуть души из живого человека. И, хм, если представить, как это вообще может происходить, вот вдруг в каком-то людном месте коварная фабрика поставила такую машину, и вытягивает души из всех проходящих мимо. Где-нибудь в крупном городе, за неприметной стеной, например, в метро или большом переходе. Отличный же сюжет бы получился. Жаль, никто так не написал такой объект. Фабрика вообще не единственный источник этой эссенции души. Некоторые объекты и каноны показывают, что технологиями, связанными с эктоплазмой, владеют пришельцы. Впрочем, основные ее потребители в мире SCP находятся на Земле. И это лаборатория Прометея, которая, если следовать канону смоленого убежища, состоит из существ, в которых можно назвать людьми весьма условно. Потому, видимо, у них нет свойственного людям отвращения к этой теме. И они не стесняются делать из эктоплазмы даже осветительные приборы и другие простые бытовые вещи. А еще добряков из себя строят. В общем, используйте только свежую эктоплазму, не разбавляйте ее темной материей и храните ее подальше от детей и еще живых призраков. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok